всем привет здесь рассмотрим самые частые формулы которые могут вам встретиться вот из предыдущего урока берем копируем стиль страницы выбираем новый листочек и вот нужно выделить скопировать и вставить его в ячейку а1 скопировали закрепили окошечко все и пошли дальше так вот я сейчас вам эти формулы напишу если и или вот что могу сказать что за 10 лет моей как говорится практике использовав пригодились только вот эти три формулы процентов на 98 99 и только в одном или двух процентов случаях я был вынужден обращаться к профессионалу высочайшего класса коллегу ведякина из калининграда который мне мгновенно помог при решении моих проблем так что вот запомните что с этими тремя формулами вы практически сможете решать большинство своих практических задач ну и естественно и очень желательно чтобы вы запомнили это всего лишь три английских слова вот так вот а по-русски вот if and or так вот практически при помощи вот этих основных трех формул решается большинство проблем рядового пользователя подчеркну еще раз не программистов а именно нас обычных людей обычных пользователей поехали как говорится всегда я люблю примеры вот например если вот его давай давайте и разберем ну к примеру возьмем колонку цифр там три там три 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 два два пять пятьдесят пять семьдесят семь восемьдесят восемь пятьдесят пять без разницы вот у вас есть какая-то колонка с данными данные целочисленные пожалуйста пошли на форматирование и сделали вот так чтобы не было дробной части ради бога а вот теперь посмотрите вот такую вещь как и везде я пишу значок равно пишу английское если и вставлю кавычку я пишу например по колонке g ну например g5 первая у нас в ряду будет равно к примеру пятьдесят пять вставлю запятую в таком случае поставить единичку запятая если же нет вставлю двойные кавычки и закрываю скобочку поставить ничего расширяю колонку смотрим и в g5 понятно русский вариант точка запятой я привык к английскому экселю в русском экселе величина деляется друг от друга точкой запятой в английском просто запятой вот смотрите значок суммы знаем как уже поставить ради бога нет проблем расширить колонку да ради бога сделать вторую колонку да нет проблем взяли ее расширили ну сюда допустим вставили формулу другую можно взять ее скопировать отсюда вот так но только здесь написать не h равно 55 а g равно например трем и вот вам пожалуйста она отобрала значения из колоночки g причем значения которые были равны трем трое было раз два три четыре раз два три четыре вот они пятьдесят пять было два значения вот она отобрала два из них вот такая вот простейшая хорошая формула звучит она по-русски если по-русски пишется if ставится кавычка указывается колонка и указывается значение которое вы из нее хотите вытянуть и в этом случае значит она вам поставит единичку если вам нужно допустим не единичка а допустим чтобы стояла вот например вот так вот окей берете протягиваете получаете окей то есть как цифровые значения так и буквенные что вы это говорится не закажете себе вот такая вот хорошая формула если а применяться она может а я вам скажу так вот смотрите практический пример далеко ходить не буду там встал с левой ноги вот с левой ноги вот пожалуйста значит значит она вытягивает из колонки 3 колонка 3 у нас вот здесь вот я ее сейчас сюда и скопирую расширю ее ради бога а 55 допустим я напишу хворица ну и здесь я видела хворица то есть практически как понимаете значений тут может быть масса вместо того что там папа мама там сестра брат или любимые стали с левой ноги вот такие-то значения можете их почитать процент и так далее поступать можете как вам нравится теперь рассмотрим формулу и тоже очень хорошая и полезная формула пожалуйста 25 7 8 2 9 3 1 3 3 3 1 3 3 2 5 ну допустим 14 будет 15 встаем на первую ячейку допустила здесь где хотим получить результат можем сюда можем сюда хоть куда стали равно и теперь мы пишем не и запишем их равно пиши по-английски их равно пишем тенд открываем кавычку и пишем если же 5 равно 31 2 и точек и h5 равно 33 33 закрываем кавычку единичка если нет ничего а теперь берем эту формулу и протягиваем вниз и получаем что то что и требовалось доказать то есть формула отобрала именно те ячейки в которых в одном ряду совпадает значение и 31 и 33 вот их оказалось всего лишь две вот такая вот хорошенькая и простецкая формулка и в и и и и и и и теперь последняя формула или если или то есть и 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 Пишу, например, так, G5 равно, например, 14, а H5 равно 15. 15, поставить единичку, если нет, то ничего. И протянем эту формулу вниз. Вот мы и получили, что те ячейки, в которых было значение или 14, или 15, мы, как говорится, отобрали для дальнейшего анализа и можем с ними спокойно разбираться. Так вот, эти три формулы занимают процентов 90-95 использования в Excel. То есть, наряду с тем, что, значит, вы прибавить, отнять, умножить, разделить и вычислить процент, у вас еще всего лишь три простые формулы, которые любой русский, так сказать, нормальный человек сможет запомнить, как они пишутся, потому что их всего лишь три. Вы можете спокойно ими пользоваться в любых случаях, а уж применение им придумайте сами. Потому что каждому значению можно придумать что угодно. Не нравится вам цифра 1 отображения? Поставили кавычки, в эти кавычки вставили, допустим, там свое словечко. Например, Хорошо. Протянули его вниз, расширили, получили хорошо. То есть, можно получать, как буквенные выражения, так и численные выражения. Вот, на основании вот этих вот простейших, как говорится, формул, создаются гигантские, как говорится, массивы по обработке данных, которыми я пользуюсь и которые помогают моему увлечению. Они помогают просто-напросто очень быстро разобраться, что, где там и как происходит. Поэтому вот эти вот три простейшие формулы, значит, я вам рекомендую. Значит, if, and, 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 or. Ну, в англичане R не произносят, они просто говорят if, and, or. Ну, русский человек сказал бы if, and, or. Разница не играет. Ставите знак равно, ставите if, и получаете формулу. Вот, видите, if, or. Указаны ячейки, и указано значение, которое нужно указать. Нужно поставить вам цифру 5, допустим. Да, поставьте 5, какая разница. Вот. Будет вам и пятерка. Понятно, да? Вот таким вот образом. И вот это, скажем так, будет основой для ваших самых сложнейших там таблиц, которые вы там все будете творить. Почему? Потому что, ну, это как бы основные кирпичики для создания хорошего, нормального, так сказать, листа Excel или там вашей там программы какой-то или так далее. Этого будет достаточно. Все остальное тут уж, извините, надо, как говорится, идти уже к специалистам на поклон. Вот, спрашивать у них там, что, как там дальше делать. Ну, вот эти вот три простейшие формулы. Процентовочка и, скажем так, арифметика, ну, процентов на 90-95 удовлетворят ваши потребности в вычислениях. Так что, до новых встреч. Желаю вам всех удач. Пока.